Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Что здесь имеется в виду? 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 В виду? Что здесь имеется 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 в виду? имеется в виду? Что здесь 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 имеется в виду? чем Каббалам, потому что Каббулу мы не понимаем. А Талбулу можно понять. И то, что мы воспринимаем и понимаем, то реально освещает наши сердца больше. Как сказал один из главвишев нашего поколения Равезер Пильс, глава Ишна Тимфер, он сказал примерно так. Велика, скрытая, в открытой части Торы, чем в открытой части Торы. То есть то, что у нас скрыто в Талмуде, более глубокие и высокие, чем то, что мы можем видеть нашим пониманием скрытой части Торы. И вот эта сила Талмуда на эти безусловные еще одна вещь. И в Талмуде есть скрытая часть все вместе, но та же Каббала. И писал об этом Вильямский Гаун, и все равно другие мудрецы Торы, что занимаясь в детстве, в молодости Талмудом, а потом, когда история из понимания глубины Каббалы, они начали понимать смысл открытия Тори в Талмуде, а какой имеет смысл по Каббале потом. То есть реально все эти вещи это единое целое. Когда мы говорим сейчас про Менеру, Менера, она была создана как единый кусок. Так должно было делаться. Из куска, из слитка золота надо было выковать Менеру, не разделяя ее на куски, а вылепить ее из слитка золота. Почему? Потому что реально, как мы уже говорили, Торы это единое целое, и Менера соответствует устной Торе, и поэтому надо быть единой. Поэтому, когда мы допустим о Талмуде, допустим Хамата Каббала, то в глубине это нечто единое. Когда человек глубоко воспринял Талмуд, для него реально открытая ворота. Понимать вещи другие тоже. И это еще сказать в двух словах, что когда мы говорим о том, что Ороду было обещано, что его потомками был взрослый Ханукея, имеется в виду, свет Торок нас сопровождает во всех изгнаниях. Не просто буквально взрослый Ханукею. Это тоже, конечно, имеется в виду, но дело сейчас не в этом. Это о том, что это Ханукея, она соответствует свету Менуры. Не просто как память о чуде, а что реально вот есть у нас источник мудрости Торы, это свет Менуры, это продолжается в наших Ханукеет. Поэтому сказано, что Рагиль Менер, тот педотичный исполнитель запись сейчас на психонукальной свящей просто и это то, что нам дали Хашмолы на все поколения, это связь с устной Торой. И, как известно, это написано «Перкедра, биркей и халот», что со времен со времен Хашмолы началось раскрытие устной Торы, раскрытие глубины устной Торы. Пожалуйста, наливайте, бейте, бейте браху. И тут начинает следующая вещь, вещь очень принципиальная. Я начал сейчас эту тему с того, что есть у нас яма, там нет воды, то есть, там нет воды, там есть скорпионы и змей. Вот тут то же самое. Наши головы, наши сердца, они созданы, чтобы воспринять мудрость Торы и глубину мудрости Торы, чтобы мы дышали, жили, ощущали, думали, впитывали в величайшую мудрость Торы. Вот. Ну, когда в русском святое место не бывает пусто. Если человек Торы себя не наполняет, то там, естественно, наполняется головой себя с другими вещами. И это, по крайней мере, друж, это связь с этим местом в главе Иосифа с Ханукой, что вот есть ситуация, когда еврей попадает в яму, в яму, в яму, в которой нет воды, там есть змеи и скорпионы. Вот изгнание сравнивается с ямой. с ямой. Это вот наше изгнание, все годы изгнания наш народ ввел с собой свет Торы. И величие раскрытия устной Торы, которое было действительно во время изгнания, с ней нельзя ничего сравнить. Какие величайшие книги были написаны во время изгнания, величайший раши Тософот, Рамбам, законодушителям, решением охраны, Тософот Батвата величайшие написаны в ночь перед тем, как инквизиция даже сжигала все те, кто их написал. Вот мы из изгнания были огромное богатство. А богатство это источник его, это та самая устная Тора, это сам Талмуд, Талмуд, который остался нашим делом постоянно и ни разу никогда не был на Запад настоящим. Но если есть ситуация, когда наши сердца от Талмуда освобождаются, возникают вещи другие. Есть очень такая ёмкая тема, тема актуальна, и надо вещи узнать. И задавали не разу эту тему. был такой выродок и Мехешмова Зихра звали его в Германии Мозес Мендельсон. Он был, ну, от него пошла реформа, скажем так. И видно, что никто его детей не остался евреем, все были крестами. И в этом, не знаю, в первом, по крайней мере, в втором и третьем, но все ушли. Есть такой вопрос. До реформы в Германии, знаете, реформа в Германии даже ситуация совершенно страшная. До прихода Шимшера Форда Гирша в общину в Гамбурге был период в Гамбурге, не было ни одного кашляного Виньяна. Возник первый Кашираминьян после перерыва. Они сказали себе Рава, чтобы он был не Хравином, они нашли Шишин Шураф Форда Гирша. Есть тяжелейший вопрос, вопрос очень тяжелый, и я на него ответить не берусь, требуется как проволоку произойти, что еще до Музыка Медельсона Германия была местом величайших Мудельсов Тора. Знаем просто по книгам, известная вещь, что Харамсойфер вырос в Германии, он не был ни из Венгрии, ни один. И тут есть о чем подумать. Я коснусь только ответ, который дал на это один из потомков Харамсойфера, автор книги Хуто Машулаш. Хуто Машулаш это книга, написанная внуком Харамсойфера, о истории своей семьи. И очень хорошая, жалко, что нет по-русски. Очень интересная книга. Он приводит такое соображение, что в момент, когда в Германии потеряла важность еврейской общины знания Талмуда, появились другие, более важные вещи, как знание святого языка, умение какие-то еще какие-то вещи делать, грамматика языка и так далее. Хотя вещи стали более важными, чем Талмуд, это была причина всего падения. Понимаете, свет Торы, когда есть в Талмуде, это та самая живительная вода, которая питала весь наш народ все поколения. В момент, когда эта вода начала уходить, начало уходить очень просто. Это перестало быть уважаемым, перестало быть ценным. Это более важные вещи. Когда колодец опустел от воды, завелись, естественно, завелись змеи-скорпионы. У меня тут была одна история, тоже интересная история. когда я сидел в Шиба вот здесь по своему отцу, это было 12 лет назад. Нет, 11 лет назад. У меня был один родственник Дали, он сейчас в мире ином, он родом из такого городка Балты, из годов по Одессе. он рассказал детские впечатления о том, как пришли в Балту евсековцы, собрали северайтора, филин, святые книги, строили страшный большой гостер. Это тоже были собственными глазами. И никто не мог ничего сказать, что делать. Это были чекисты, с оружием, со всем. Я уже был потрясен этим рассказом. Потом день другой пришел меня проверить глава Ишива Факима, Равякова Горовица, ныне покойный уже. Он сам был из его семьи из Германии родом в прошлом. Сказал ему эту историю. Сказал чего ты удивляешься, из возможных проблем, которые были в общине. Общение Торы стало неважным. Когда стало презренным, они учат Тору не ради себя и претензий к изучению Торы. Когда возникла такая ситуация, то Торы перестали учить. Когда ушла вода из этого колодца, то пришли змеи, скорпионы, Маркс, его учения и так далее. Скажу просто одну вещь. Эта вещь у нас очень принципиальная. есть вопрос, который задавали себе величайшие наши учителя после катастрофы. катастрофы. Знаете, мы не знаем, что такое катастрофа. Люди, которые видели мир до катастрофы и после, они понимали, что такое катастрофа. У нас цифры страшные, что нет никакого ощущения цифр. Ну, реально наши мудрецы называли, что катастрофа была смерть террористского города. Катастрофа недавняя. Не решили храмов. И люди, которые пережили катастрофу, неважно через загорание через загорание неважно. Великий наш учител задавали такой серьезный вопрос. Почему удостоились уцелеть? Чем лучше те, кто там погибли? и это Бомбиш, Травдеслер. Они даже не давали ответ на твердый вопрос, а просто одна вещь. Так как мы уцелели, у нас есть обязанность восстановить все, что можно. Перенести Тору из того поколения до катастрофы, по крайней мере после катастрофы. Есть тонкая тема. То, что мы сегодня вернулись к Торе во многом все это в заслугу тех людей, которые принесли Тору поколения до мировых войн, до революций, до социализма, до социанизма и так далее. Были люди, которые действительно о них можно сказать «бахшемензайзах», это было сосуд с чистейшим оливковым маслом. Кто были эти люди? Часть мы знаем, часть мы не знаем. Это наша община, Лоблица Зильберг, еще были люди. Дело не только в нашей русской общине, это было во всех общинах. Допустим, вся святая земля была буквально захвачена левым мессионистом, но в ней были несколько человек, которые сохранились чисто левковое масло, допустим, был Хазуныш, правильный Забриск, их окружение, их ученики, еще раз как группа людей, это было горстко людей, горстко людей. Тоже самое горстко было в Америке, это была Барабан Котлер, еще несколько групп, группа небольшая, на ней трактор напали. В всем мире реально после катастрофы и духовно-федического стало действительно несколько кувшинов оливкового масла. И вот из этого кувшина начало разрастаться большое-большое здание Торы, то есть Тору все общины и в нашем общении. Это просто касается нас. Знаете, назвать себя пах шемен за чисто оливковым маслом как-то это было бы очень мягко и нескромно. Мы-то знаем, что мы не такие. Ну что? Ну то, что в нас какие-то капли этого масла нашлись, нашлись. иначе бы мы сейчас не сидели в этом уроке. Не сидели. То это да. И что это нас... И вот если мы укладем на весь окружающий нас, еврейский мир, то я думаю, что еще 90% русскоязычной общины она живет в представлениях, понятиях еврейских как 30 лет тому назад. примерно так, 90%. Я не думал, что преувеличу. Игра все о мировых цифрах. Здесь можно иначе вы заслалили. Тоже не принципиально. И вот тут есть некоторую идею. Есть такое правило в законах очищения воды. Ведь вода была сквердена. если вода в трех условиях сливается с водой миквы, она тоже очищается. То же самое, если вода сливается с источником, она тоже очищается. Поэтому если мы скажем про себя, то мы имеем возможность, мы обязаны это сделать, это прилепить себя к тем источникам, чистой воде торы, чтобы чистая вода торы, которая есть вокруг, она чистая у нас тоже. Это еще одна вещь. Нам первое, конечно, басти тор. Но нам надо даже стараться всеми силами не запускать обратно пока еще яму, может, не полную торы, но которая начинает постепенно попадать, постараться оттуда вытравить змеев и скорпионов. Реально они выгоняются в светом тор. Но есть ситуация, когда человек живет по принципу немножко сверто торы, а потом еще немножко скорпионов и змей. Я боюсь, что тору тут мало, мало, мало работает в такой ситуации. Он работает, но мало. Поэтому нам надо максимум прилепиться к тем источникам чистого оливкового масла. Мудрый свертотор называется естественно ишевод. Ишевод и великий мудрый свертотор, который им руководят, руководят. Тот свертотор, который можно обрести тем, чтобы те капли чистого масла, которые есть у нас самих, они загорелись и дали свет гораздо больше, чем они казалось бы не могли дать по количеству своему. Вот. Тогда, то есть, короче говоря, я говорю просто одну очень простую идею. Нам надо обратить себя в чисто оливковое масло и обратить себя то есть из той части народа, который был получателем скал не очень красивое слово, он стал потребителем. Есть люди, которые несут тора для будущего поколения, вот мы получили от них помощь, получили от них тору, получили то, что называется потребителем. Надо превратить себя из потребителя в тем, кто несет тору другим. Это мой ответ на вопрос, почему мы достоились тора-тору, когда такой людей к нему достоились. Нам надо знать, что мы живем в рамках буквально ханукального чуда, по большому счету ханукального чуда, и ханукального чуда нас обязывает лично, и есть огромная помощь свыше, чтобы это могли сделать, это просто работа над собой. И я не имею в виду легкий путь, и в легкий путь, у меня был первый ученик, который мы вместе основали наши группы еще от ран, 20-х годов, когда он пошел к честному шиву, он на каких-то курсах иудаизма, который получил рассказать, такой документ назывался, что он получил звание Руэрухани. Это означает буквально быть духовным пастырем. Это был, по-моему, трехмесячный курс, или полугодовой, а не это сейчас. Я имею в виду, когда человек действительно впитывает себя мудрость тора всеми своим естеством, изучая ее, исполняя ее, живя по той, а когда он обретает, то, естественно, этот святой из него сведется дальше. Это то, что мы вместе искать по поводу Ханокки. Всего хорошего, шеба готов. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.